Клиффорд Саймак Сосед Места у нас в Енотовой долине краше не сыщешь, но не стану отрицать, что лежит она в стороне от больших дорог и не сулит легкого богатства. Но фермы здесь мелкие, да и земли не слишком плодородные. Пахать можно только в низинах, а склоны холмов годны разве что для пастьбы и ведут к нам пыльные проселки, непроходимые в иное время года. Понятное дело, старожилам вроде Берта Смита, Джинго Гарриса или меня самого выбирать не приходится. Мы тут в этих краях выросли и давно распрощались с надеждой разбогатеть. По правде говоря, мы чувствуем себя не в своей тарелке, едва высунемся за пределы долины. Но попадаются порой и другие, слабохарактерные. Чуть приехали, года не прожили и уже разочаровались, снялись и уехали. Так что по соседству у нас непременно найдется ферма, а то и две на продажу. Люди мы простые и бесхитростные, ворочаемся себе в одиночку, в грязи, не помышляя ни о сложных машинах, ни о племенном скоте, а, впрочем, что ж тут особенного, обыкновенные фермеры, каких немало в любом конце Соединенных Штатов. И раз уж мы живем обособленно и кое-кто по многу лет, то, пожалуй, можно сказать, что мы теперь стали как бы одной семьей. Хотя из этого вовсе не следует, что мы чураемся посторонних. Просто живем мы вместе так давно, что научились понимать и любить друг друга и принимать вещи такими, каковы они есть. Мы, конечно, слушаем радио, музыку и последние известия, а некоторые даже выписывают газеты. Но, боюсь, по натуре мы все-таки берюки. Уж очень трудно расшевелить нас какими-нибудь мировыми событиями. Все наши интересы здесь, в долине. И нам, если говорить откровенно, недосуг беспокоиться о том, что творится за три девять земель. Ну, чего доброго вы решите, что мы, к тому же, еще и консерваторы. Голосуем мы обычно за республиканцев, даже не утруждая себя вопросом, почему. И сколько ни ищите, не найдется среди нас такого, у кого хватило бы времени отвечать на адресованные фермером правительственные анкеты и тому подобную дребедень. И всегда, сколько я себя помню, в долине у нас все шло хорошо. Я сейчас не про землю, а про людей говорю. Нам всегда везло на соседей. Новички появляются что ни год, а вот поди ж ты, ни одного подонка среди них не попалось. А это для нас куда как важно. Но, признаться, мы всякий раз тревожимся, когда кто-нибудь из нетерпеливых снимается с места и уезжает, и гадаем промеж себя, что за люди купят или арендуют опустевшую ферму. Ферма, где жил когда-то старый Льюис, была заброшена так давно, что все постройки обветшали и порушились, а поля заросли травой. Правда, года три или четыре подряд ее арендовал зубодер из Гопкинс Корнерс. Держал там какую-то скотину, а сам наведывался только по субботам. А мы в своем кругу все думали, захочет ли там еще кто-нибудь пахать. Но, в конце концов, даже думать перестали. Ферма пришла в такое запустение, что мы решили, охотников на нее больше не сыщется. И вот однажды я заглянул в Гопкинс Корнерс к тамошнему банкиру, представлявшему интересы владельцев, и заявил, что если зубодер не станет продлевать аренду, то я, пожалуй, не против. Но банкир ответил, что хозяева фермы, проживающие где-то в Чикаго, желали бы не сдавать ее, а продать совсем. Хотя лично он ни на что подобное не надеется, кто же ее в таком виде купит. Однако смотрим, весной на ферме объявились новые люди. А спустя какой-то срок узнаем, что ее все-таки продали, и что нового владельца зовут Хит, Реджинальд Хит. И Берт Смит сказал мне, Реджинальд, подумать только, ну и имечко у нового фермера. Больше он, правда, ничего не сказал, а Джинго Гаррис, возвращаясь как-то из города, увидел, что Хит вышел во двор и завернул к нему на часок. Ну, сами знаете, такое меж добрыми соседями водится, и Хит вроде обрадовался, что Джинго завернул к нему, только тот все равно нашел, что новичок мало похож на фермера. Иностранец он, вот кто, втолковывал мне Джинго. С лица весь темный, вроде как испанец или какой другой южной страны. И откуда он только выкопал имя? Реджинальд. — Имя английское, а он никакой не англичанин. Позже мы услышали, что Хит и не испанец даже, а откуда-то с самого края света. Но англичане, испанцы или кто там еще, а только он и его домашние, показали себя работягами всем на зависть. Их было всего-то трое, он — жена, да дочка лет четырнадцати. Зато все трое трудились от темна до темна, умело, старательно, ни к кому попусту не приставая. И мы стали их за это уважать, хоть наши дорожки пересекались не так уж часто. Не то чтобы мы того не хотели или они нас отваживали. Просто в таких общинах, как наша, новых соседей признают не сразу, а постепенно. Они вроде как должны сами врасти в нашу жизнь. У Хита был старый, пристарый, латанный, перелатанный трактор, весь подвязанный проволочками, а уж тарахтел этот трактор, не приведи бог. Но едва земля подсохла достаточно, чтобы пахать, сосед принялся поднимать поля, совсем заросшие травой за долгие годы. Я частенько диву давался, уж не пашет ли он всю ночь напролет, потому что не раз слышал тарахтенье и тогда, когда уже собирался ко сну. Хотя это было не так поздно, как, может, покажется горожанину. Мы здесь, в долине, ложимся рано, зато и встаем ни свет ни заря. И вот как-то вечером пришлось мне выйти из дому в поисках двух пропавших телок, ну, из тех неуемных, которым любой забор нипочем. Только представьте себе, время позднее. Человек пришел с работы усталый, да еще и дождик моросит, и на дворе темно хоть глаз выколи, а тут выясняется, что эти две телки опять куда-то запропастились. И хочешь, не хочешь, а надо подниматься и идти их искать. И на какие только хитрости я с ними не пускался, а все без толку. Если уж телка пошла выкидывать номера, то хоть тресни, а ничего с ней не поделаешь. Но засветил я фонарь и отправился на поиски, промучился часа два, а они как сквозь землю провалились. Я было совсем отчаялся и решил возвращаться домой, как вдруг заслышал тарахтенье трактора и понял, что нахожусь чуть выше западной межи прежнего Льюисова поля. Теперь, чтобы попасть домой, мне короче всего было идти вдоль поля, а значит, можно и подождать чуток, пока трактор воротится с дальнего конца борозды и заодно спросить хита, не видал ли он этих чертовых телок. Ночь выдалась темная, звезды попрятались за облаками, а в верхушках деревьев шумел ветер и в воздухе пахло дождем. Я еще сказал себе, что, наверное, хит решил поработать сегодня лишний часок, чтобы закончить вспашку до дождя. Хотя нет, я уже тогда подумал, что он, пожалуй, усердствует через край. Он и так успел обогнать с пахотой всех остальных в долине. Ну вот, спустился я с крутого склона и перешел в рычеек, благо знал, где мелко, но пока я искал это мелкое место, трактор сделал полную ходку и ушел. Я поискал глазами, не мелькнет ли где свет от фар, но ничего не разглядел и рассудил, что света должно быть не видать за деревьями. Потом я добрался до поля, пролез меж жердей ограды и зашагал через борозды трактору наперерез. Было слышно, как он повернул в конце поля и затарахтел обратно в мою сторону. Но странно, шум я слышал явственно, а света по-прежнему не было и в помине. Я нашел последнюю свежую борозду и встал, поджидая, и не то чтобы сразу встревожился, но все же подивился, как этот хит умудряется держать борозду, не зажигая огней. Помнится, я еще подумал тогда, что, может, у него глаза, как у кошки, и он умеет видеть в темноте. Теперь-то, когда вспоминаю про это, мне и самому смешно становится, с чего я в самом деле взял, что у хита глаза, как у кошки. Но тогда мне было не до смеха. Трактор тарахтел все сильнее, все ближе с каждой секундой, и вдруг как выскочит из темноты прямо на меня. Я испугался, как бы не попасть под колеса, и отпрыгнул ярдо на два, если не на три. Да что там, испугался. Душа в пятки ушла, а только мог бы и не прыгать. Стой я столбом, я тоже не оказался бы на дороге. Трактор прошел мимо, и тогда я замахал фонарем и крикнул хиту, чтобы тот притормозил. Но когда я махал фонарем, то поневоле осветил кабину и обнаружил, что она пуста. Сотня разных предположений пронеслась у меня в голове, но запала одна ужасная мысль. Не иначе, как хит сверзился с трактора и лежит где-нибудь в поле, истекая кровью. Я помчался вдогонку за трактором, чтобы успеть заглушить его, прежде чем он сойдет с борозды и врежется в дерево. Или еще куда-нибудь. Да только чуточку припоздал, и он достиг поворота раньше меня. И что бы вы думали? Пошел на поворот сам собой, и так точно, Словно вокруг был ясный день, и за рулем сидел тракторист. Вскочив на заднюю тягу, я уцепился за сиденье и кое-как влез наверх. Потом протянул руку и взялся за рычаг газа. Хотел было заглушить двигатель, Но едва рука коснулась рычага, передумал. Трактор уже завершил поворот, И сам собой пошел по новой борозде. Но дело было не только в этом. Возьмите вы любой старый трактор, Который чихает, кашляет и гремит на ходу, Угрожая развалиться на части, И полезайте в кабину. Да у вас зубы тут же сведет от вибраций. Этот трактор тоже чихал и кашлял честь по чести, А никакой вибрации не возникало. Он катился вперед плавно, как дорогой лимузин, И лишь слегка подрагивал, Когда колеса наезжали на бугор или попадали в рытвину. Так я и стоял, Одной рукой придерживая свой фонарь, А другой, сжимая рычаг газа И не предпринимая больше ничего. А когда доехал до места, Где трактор нацелился на новый разворот, То просто спрыгнул на землю И отправился домой. Искать соседа, Лежащего бездыханно на поле, Я не стал, потому что понял, Хита на поле не было и нет. Мне бы сразу задаться вопросом, Как же это все получается? Только я не позволил себе тогда мучиться в поисках ответа, Но, должно быть, поначалу я был слишком ошарашен. Можно волноваться, сколько влезет обо всяких пустяках, Если они идут не так, как надо, Но когда напоришься на что-то по-настоящему большое и непонятное, Вроде этого трактора без тракториста, Лучше уж сразу, без долгих слов, поднять руки вверх. Все равно тебе с твоим умишком с такой загадкой не совладать, На это нет ни единого шанса из тысяч. Пройдет какое-то время, Ты и вовсе позабудешь про встречу с загадкой. Раз ее нельзя решить, Остается только выкинуть ее из головы. Я вернулся домой и еще постоял немного на дворе, прислушиваясь. Ветер разошелся не на шутку и снова стал накрапывать дождь, Но как только ветер чуть-чуть стихал, До меня по-прежнему доносилось тарахтение трактора. Когда я вошел в дом, Элен с ребятами уже крепко спали, Так что я не мог никому ничего рассказать. А на следующий день, Обдумав все хорошенько, И подавно не стал ничего рассказывать. Как сам теперь понимаю, Главным образом потому, Что мне все равно никто бы не поверил, И я только навлек бы на себя кучу насмешек. Уж соседи не упустили бы Случа проехаться насчет автоматических тракторов. Хит закончил пахоту, А затем и сев гораздо раньше всех остальных в долине. Всходы появились дружно, Погода выдалась как по заказу, Правда, в июне вдруг зачастили дожди, И никак не удавалось прополоть кукурузу. Разве выйдешь в поле, Когда земля вся насквозь сырая? Мы слонялись по своим усадьбам, Подправляли заборы, Занимались разной другой ерундой, Поносили погоду И бессильно смотрели, Как зарастают сорняками непрополотые поля. То есть слонялись все, кроме Хита. У него кукуруза была как на выставке. Сорняки разве что в лупу и углядишь. Джинго не утерпел, Завернул к нему и полюбопытствовал, Как это у него получается. А Хит только усмехнулся в ответ тихой, Такой беззлобной усмешечкой, И заговорил о другом. Наконец подошло время яблочных пирогов. Яблоки, хоть и были еще зеленые, Но на пироги в самый раз, А надо сказать, что во всей долине Никто не печет их лучше, чем Элен. Она у меня, что ни год, Берет за свои выпечки призы На окружной ярмарке И очень этим гордится. И вот как-то раз напекла она пирогов, Завернула их в полотенце И отправилась к Хитам. У нас в долине так заведено, Женщины частенько отправляются К соседям в гости со своей стряпней, У каждой со своим фирменным блюдом, Такую они и завели особенную, Но, в общем-то, безобидную манеру Хвостовства. Вышло все как нельзя лучше, Словно она с Хитами век была знакома. Даже домой припоздала. И мне пришлось самому собирать к ужину, А то ребятня уже крик подняла. Мы голодные, дадут нам когда-нибудь поесть, Ну и всякое такое. Тут только она и заявилась. Разговоров у нее теперь было, Не остановишь. И про то, как Хиты обновили дом. Кто бы мог подумать, Что можно так прибраться в такой развалюхе, И про то, какой они завели огород, Особенно про огород, Большой огород, рассказывала Элен, И прекрасно ухоженный, А главное, полный овощей, Каких она в жизни не видела. Уж такие диковинные, Рассказывала Элен, Совсем не похожие на наши. Мы поговорили про эти овощи еще чуть-чуть. Наверное, мол, Хиты привезли семена оттуда, Откуда сами приехали. Хотя, насколько мне известно, Овощи есть овощи, где бы вы ни жили. Огородники выращивают Одно и то же, что в Испании, Что в Аргентине, Что в Тимбукту. То же самое, что и мы здесь. Да и вообще, Меня начали одолевать сомнения Насчет новых соседей. Кто они и откуда взялись. Но на серьезные раздумья У меня тогда не хватило времени, Даром, что по округе Уже поползли разные слухи. Подошелся на кос, Потом поспел ячмень, И работы было по горло. Травы поднялись хорошо, И ячмень не подкачал, Зато с видами на кукурузу, Похоже, предстояло проститься. Началась засуха. Так уж оно случается, Как нарочно, Слишком много дождей в июне, Слишком мало в августе. Мы грустили, глядя на посевы, И вздыхали, глядя на небо, И с надеждой встречали любое облачко, Только проку ни от одного из них Не дождались. Бывают годы, Когда бог словно отворачивается От фермеров. И тут в одно прекрасное утро Заявляется ко мне Джинго Гаррис, И, ну, болтать о том, о сём, Переминается с ноги на ногу, А от меня не на шаг. Я себе работаю, Чиню изношенную сноповязалку, Хотя не похоже было, Что она мне в этом году понадобится, А починить всё равно не мешал. — Джинго, — спросил я наконец, Дав ему помаяться часок Или чуть побольше, Признавайся, что у тебя на уме? Тут-то он мне и выложил. — А у Хита ночью выпал дождь. — Как так? — откликнулся я. — Ни у кого другого дождя не было. — Ты прав, — подтвердил Джинго. — Ни у кого не было, Только у него одного. А вышло так. Возвращался он от Берта Смита, Куда ходил одолжить бечёвки для снопов, И решил махнуть напрямик Через северное кукурузное поле Хита. Пролез сквозь ограду, Глядь, а поле-то мокрое, Как после сильного дождя. — Ночью он, что ли, прошёл? — спросил себя Джинго. — Подумал, что тут что-то не так, Но, в конце концов, Дождь мог пролиться и узкой полосой поперёк долины, Хотя обычно дожди движутся у нас Снизу вверх или сверху вниз, А уж никак не поперёк. Но когда Джинго, Пройдя поле краем, Перелез через ограду на другой стороне, То увидел, что там тоже не было никакого дождя. Тогда он повернул И обошёл всё поле вокруг. И что бы вы думали? Дождь выпал лишь на самом поле И больше нигде. — На поле, пожалуйста, А за оградой ни-ни. Обогнув всё поле по меже, Он присел на моток бечёвки И стал гадать, что бы это значило. — Но сколько ни гадай, Тут всё равно не было ни малейшего смысла. Да что там, в такую минуту Собственным глазам не поверишь. Джинго у нас человек дотошный. Прежде чем делать выводы, Он любит взвесить все за и против, И вообще узнать всё, что можно узнать. Он не стал пороть горячку, А отправился на другой участок, Где хит высеял кукурузу. Этот участок на западной стороне долины, Но и там тоже прошёл дождь, То есть на самом участке прошёл, А вокруг и не подумал. — Ну, и что ты на это скажешь? — спросил Джинго, И я ответил, Не знаю, мол, что и сказать. Чуть было не сболтнул ему Про трактор без тракториста, Да вовремя удержался. Ну, сами посудите, Что за выгода Переполошить всю округу. Но только Джинго за ворота. Я завёл свою колымагу И к хиту попросить На день-другой копалку для лунок. Нет, конечно, Копать лунки я и в мыслях не держал, Но должен же найти какой-то предлог, Чтобы наведаться к соседу без приглашения. Говоря по правде, Мне так и не привелось Спросить про эту копалку. Когда я приехал к хитам, Я про неё и не вспомнил. Хит сидел на крыльце, На ступеньках, И вроде бы очень обрадовался, Завидев меня. Подошёл прямо к машине, Протянул мне руку и сказал, — Рад тебя видеть, Келвин. Сказал таким тоном, Что я сразу почувствовал Его дружеское расположение И свою значительность, что ли. Ведь он назвал меня Келвин. А все в долине зовут меня попросту Кел. Если честно, Я не очень-то уверен, Что кто-нибудь, кроме хита, Помнит моё полное имя. — Пойдём, покажу тебе, Что мы тут понаделали, — Пригласил он. — Подлатали кое-что слегка. — Подлатали — явно не то слово. Всё на ферме блестело и сверкало. Ну, совсем как на тех фермах В Пенсильвании или Коннектикуте, Про которые пишут в журналах. Раньше дом и все надворные постройки Были старые, облезлые, И то, виглядя, рухнут. А теперь они выглядели солидно, Прочно, так и лоснились от свежей краски. Ну, разумеется, они не стали новыми, Но приобрели такой вид, Будто за ними всегда ухаживали на совесть И красили каждый год. Заборы были выправлены и выкрашены, Сорняки выпалаты, А безобразные кучи мусора Расчищены или сожжены. Хит ухитрился даже собрать Со всей фермы лом, Бросовые ржавые железки, И рассортировать их. — Работа была пропасть, — Похвалился он. — Но дело того стоило. Я привык к порядку. Люблю, чтобы везде была чистота. — Так-то оно может И так, но ведь он успел Все это меньше, чем за полгода. Приехал к нам в начале марта, А сейчас еще август не кончился, И за это время он не только засеял Несколько сотен акров И выполнил на них все работы, Но и обновил ферму. — Ей-ей, — говорил я себе, — Такого не бывает. Одному человеку такое просто не под силу, Даже с помощью жены и дочки, Даже если вкалывать 24 часа в сутки, Не прерываясь ни на обед, ни на ужин. Разве что он научился растягивать время, Чтобы каждый час стал равен Трем или четырем. Я плелся за хитом, А сам все думал про то, Как бы тоже научиться растягивать время. И мне чертовски нравилось думать про это. А согласитесь, не часто случается, Что глупые мимолетные мыслишки Доставляют удовольствие. Ну, во-первых, думалось мне, С такими-то талантами Можно любой день растянуть настолько, Чтобы переделать всю работу, Какая только найдется. А во-вторых, Если время можно растягивать, То, верно, можно его и сжимать. И тогда визит к зубному врачу, Например, пролетит в одно мгновение. Хит повел меня в огород, И точно, Элен не соврала. Были там, конечно, и обыкновенные овощи, Капуст, помидоры, кабачки И все остальные, Какие есть в любом огороде, Но в придачу к ним Было столько же других, Каких я до того не видывал. Хит говорил мне, Как они называются, И тогда эти названия Были мне в диковинку. Теперь-то странно и предположить, Что они были нам в диковинку. Теперь эти овощи растут У каждого фермера в долине, И нам сдается, Что они росли здесь всегда. Мы ходили по огороду, А Хит выдергивал И срывал свои диковинные овощи, И складывал их в корзинку, Которую таскал с собой. — Постепенно ты их Все перепробуешь, — Говорил он. — Одни тебе сперва, наверное, Придутся не по вкусу, Зато другие понравятся сразу. Вот эту штуку Едят в сыром виде, Нарезав ломтиками, Как помидор. А эту лучше сварить, Хотя можно и запечь. Мне хотелось спросить, Где он раскопал эти овощи, И откуда они родом, Только он не давал мне И рта раскрыть. Все говорил и говорил Про то, как их готовить, И какие можно держать Всю зиму, А какие консервировать. А потом он дал мне Погрызть какой-то корешок сырым, И вкус у корешка Оказался отменный. Мы дошли до самого конца огорода И повернули назад, И тут из-за угла дома Выбежала жена Хита. Меня она, видимо, Сначала не заметила Или позабыла обо мне, Потому что назвала мужа Не Реджинальд И не Реджи, А каким-то другим, Совсем иностранным именем. Я даже и пытаться Не стану вспоминать, Все равно не смогу. Я и тогда-то не сумел бы Повторить это имя, Хоть оно и прозвучало Всего секунду назад. Оно было просто Ни на что не похоже. Тут женщина заметила меня, Перешла на шаг И перевела дыхание, А потом сказала, Что сию минуту Услышала по телефону Ужасную новость. Младшая дочка Берта Смита Энн Очень тяжко больна. Они позвонили доктору, Сказала она, А он уехал По вызовам И теперь нипочем Не успеет вовремя. Понимаешь, Реджинальд, Симптомы напоминают, И она произнесла Еще одно слово, Какого я никогда не слышал И, наверное, Я смотрел на Хита И, клянусь, Лицо у него побелело, Даром, что кожа была С оливковым оттенком. Скорее! Крикнул он И хвать меня за руку. Мы побежали. Он к своей древней, Видавшей виды машине, Я следом. Корзинку с овощами Хит швырнул на заднее сиденье, А сам прыгнул за руль. Я уселся рядом И хотел закрыть дверцу, Только она не закрывалась. Замок отщелкивался, Хоть плачь, И пришлось придерживать дверцу, Чтоб не гремело. Машина выскочила за ворота, Словно ее кто наскепидарил, А уж шума она издавала Столько, что впору оглохнуть. Как я не тянул дверцу к себе, Она упорно лязгала, И крылья дребезжали, И вообще я различал Все шумы, Каких можно ждать От древнего драндулета, И еще какие-то Совершенно непонятные. Меня опять подмывало Задать соседу вопрос Теперь о том, Что он собирается предпринять, Но никак не удавалось Найти нужные слова. А если бы и удалось, То сомневаюсь, Расслышал ли бы он мой вопрос За грохотом и дребезжанием машины, Так что оставалось лишь Цепляться за сиденье, А другой рукой пытаться Удержать дверцу. И, признаюсь, Мне вдруг стало сдаваться, Что машина громыхает Сильнее, чем должна бы. В точности, Как старый, Расхлябанный трактор Хита, Тот тоже тарахтит сильнее, Чем положено любому трактору. Но разве может издавать Столько шума машина, Обладающая таким ходом? Как на тракторе, Так и здесь я не ощущал Никакой вибрации от мотора, И, несмотря на грохот и лязг, Мчались мы, Дай Боже! Я уже упоминал, Что дороги у нас в долине Далеко не сахар, И все же ручаюсь, Что временами Хит Выжимал не меньше Семидесяти миль в час. При той скорости Мы должны были бы, Говоря по чести, Вылететь в кювет На первом же крутом повороте, А машина вроде бы Только приседала И крепче вжималась в дорогу, И нас ни разу даже не занесло. Мы затормозили Перед домом Берта. Хит выскочил из машины И бросился бегом по дорожке. Я за ним. Эмми Смит вышла на навстречу, И было заметно, Что она недавно плакала. А вообще-то она Сильно удивилась при виде нас. Какой-то миг Мы стояли на крылечке молча, Потом Хит заговорил И странная вещь. На нем были Обтрепанные джинсы И ковбойка в пятнах пота. Вместо шляпы Колтун нечесанных волос. И тем не менее Мне вдруг почудилось, Что он одет в дорогой костюм. И, приподняв шляпу, Отвешивает Эмми поклон. Мне передали, Сказал он, Что ваша девочка заболела. Не могу ли я ей помочь? Уж не знаю, Почудилось ли Эмми то же, Что и мне, Только она отворила дверь И посторонилась, Чтобы мы прошли. Сюда, пожалуйста. Благодарю вас, мадам, Ответил Хит И вошел в комнату. Я остался с Эмми, Она повернулась ко мне, И на глаза у нее Опять набежали слезы. Знаешь, Кэл, Ей очень, Очень плохо, Сказала она. Я печально кивнул. Чары рассеялись, Здравый смысл Начал возвращаться ко мне, И я поразился Безумию фермера, Возомнившего, Будто он может помочь Маленькой девочке, Которой очень, Очень плохо. И своему безумию тоже. Почему я застрял на крыльце И даже не вошел В комнату вслед за ним? Но тут Хит Снова вышел на порог И тихонько прикрыл За собой дверь. Она заснула, Обратился он к Эмми. Теперь все будет в порядке. И, не прибавив больше ни слова, Зашагал прочь. Я поколебался, Глядя на Эмми И не представляя себе, Что предпринять. Потом до меня дошло, Что я не в силах Ничего предпринять, И я решил уйти Вместе с Хитом. Обратно мы ехали С умеренной скоростью, Но машина все равно Бринчала и громыхала, Как прежде. А бегает вполне прилично, Крикнул я, Стараясь перекрыть грохот. Он слегка улыбнулся И крикнул в ответ. Два дня вожусь, День езжу. Когда мы добрались До фермы Хита, Я вылез из его машины И пересел в свою. Погоди, Ты забыл овощи! Бросил он мне вдогонку. Пришлось вернуться За овощами. Большое спасибо, Не за что. Тогда я поглядел ему Прямо в глаза и сказал, Знаешь, Было бы очень здорово, Если бы нам сейчас Дождаться дождя. Для нас это было бы Просто спасение. Один хороший дождь, И кукуруза уцелеет. — Заходи еще, — Пригласил он. — Очень рад был Потолковать с тобой. И в ту же ночь Над всей долиной Прошел дождь, Хороший проливной дождь, И кукуруза уцелела. А маленькая Энн Выздоровела. Доктор, Когда он наконец Доехал до фермы Берта, Объявил, Что кризис миновал, И дело идет на поправку. — Какая-то вирусная инфекция, — сообщил он. — Столько их теперь Развелось. Не то, Что в старые добрые времена, Когда люди еще не баловались Со всякими чудотворными Снадобьями, И вирусы Не наловчились Поминутно перерождаться. Раньше врачи, По крайней мере, Знали, Отчего они лечат. А теперь сплошь и рядом, И черта с два. Неизвестно, Говорили ли Берт И Эмми Доктору про хита, Только, по-моему, Вряд ли. Ну, с какой стати Признаваться, Что вашего ребенка Вылечил сосед? Не дай бог, Сыщется какой-нибудь умник, Который выдвинет Против хита Обвинение В незаконной Медицинской практике, Хотя такое обвинение Всегда чертовски Трудно доказать, Но разговорчики По долине Поползли все равно. Мне, например, Рассказывали по секрету, Что хит До того, Как осесть у нас, Был известнейшим Врачом в Вене. Разумеется, Я ни во что подобное Не верю. Да, наверное, И тот, Кто придумал эту версию, Сам в нее не верил, Но так уж у нас В провинции ведется, Ничего не попишешь. На время эти росказни Взбудоражили всю долину, А потом все улеглось, И само собой получилось, Что хиты Стали для нас своими, Словно жили рядом Испокон веков. Берт взял за правило Беседовать с хитом На разные темы, А женщины принялись, Что ни день, Вызывать миссис хит К телефону, Чтобы она могла Вставить словечко В круговой разговор, Каким вечно заняты Провода у нас в долине, Чешут языки С утра до ночи, Так что, Если приспичило Вызвать кого-нибудь По делу, Сначала надо еще Отогнать от аппарата Этих балаболок. Осенью мы позвали хита Охотиться на енотов, А кое-кто из молодых парней Стал помаленьку Приударять за его дочкой. Все пошло так, Как если бы хиты И вправду были здесь Старожилами. Я уже говорил, Нам всегда везло На соседей. А когда все хорошо, То и время течет незаметно, И в конце концов Его вообще перестаешь Ощущать. Именно так и случилось У нас в долине. Год шел за годом, А мы не обращали На них внимания. На хорошее Никогда не обращаешь Внимания, Принимаешь его Как нечто Само собой разумеющееся. Нужно, чтобы Настали другие Скверные времена. Вот тогда Оглянешься и поймешь, Что раньше-то Все было Хорошо на удивление. Но вот однажды Примерно Год назад Или, может, Чуть больше, Только-только Я покончил С утренней дойкой, Откуда ни возьмись У ворот Машина С нью-йоркским Номером. В наших краях Дальний номер Встретишь нечасто. Так я На первых порах Подумал, Что кто-то Заблудился И притормозил Спросить дорогу. Смотрю На переднем сиденье Мужчина и женщина. А сзади Трое детишек И пес. И машина Навехонькая Блестит, Как на картинке. Я как раз Нес молоко Из коровника, И когда хозяин Выбрался Из-за баранки, Я поставил Ведра на земь И подождал, Пока он подойдет. Он был Моложавый, С виду Интеллигентный И держал себя Как полагается. Сказал, Что его фамилия Рикард И что он Газетчик Из Нью-Йорка, Что сейчас Он в отпуске, А к нам В долину Завернул По пути На запад С целью Кое-что Уточнить. Насколько мне Помнится, Газеты До сих пор Никогда Не проявляли К нам Интереса. Так я Ему и ответил. И еще Добавил у нас, Мол, Никогда И не случалось Ничего такого, О чем Стоило бы Сообщать В газете. Да нет, Я не ищу Скандалов, Заверил Меня Рикард. Если Вы этого Испугались, То зря. Просто Меня Занимает Статистика. Признаться, Со мной Частенько Бывает, Что я Соображаю Туже, Чем Следовало Бы. Человек Я По природе, Пожалуй, Неторопливый, Но тут Едва Он Произнес Статистика, Я сразу Почувствовал, Что дело Табак. Я Недавно Работал Над статьями О положении Фермеров, Пояснил Рикард, И в Поисках Материала Копался В правительственных Статистических Сводках. Но Искучище В жизни, Кажется, Так не Уставал. И Что Же? Спросил Я, А у Самого Сердце Оборвалось. А То, Что Я Узнал Занятные Вещи Об Этой Вашей Долине, Продолжал Он. Сначала Я Чуть Было Не Проморгал Самого Главного, Прошел Мимо Цифр И, В общем-то, Не Понял Их Значения. Потом Все-таки Вернулся Вспять Перепроверил Цифры И Взглянул На Них Новыми Глазами. Никаких Подробностей В сводках Разумеется Нет, Просто Намек На Что-то Непонятное. Пришлось Покопаться Еще И Выяснить Кое-какие Факты. Я Попробовал Отшутиться, Только Он Мне Не Позволил. Начнем С Погоды, Сказал Он. Вы Отдаете Себе Отчет, Что На Протяжении Последних Десяти Лет У вас Стояла Идеальная Погода. Да, Погода Была Что Надо, Согласился Я. А Ведь Раньше Было Не Так, Я Проверял. Ваша Правда, Опять Согласился Я, За Последнее Время Погода Улучшилась. И Урожаи У вас Десять Лет Подряд Самые Высокие Во Всем Штате. Высеваем Кондиционные Семена, Используем Лучшие Агротехнические Приемы. Он Усмехнулся. Но Это Вы Бросите. Агротехника У вас Не Менялась По Меньшей Мере Четверть Века. Спору Нет. Тут Он Меня Припер К Стенке. Два Года Назад Весь Штат Пострадал От Нашествия Ратных Червей. Продолжал Он. Весь Штат Кроме Вас. Вас И Эта Напасть Обошла Страной. Нам Повезло. Помню, В тот Год Мы Сами Удивлялись, Как Нам Повезло. Я Заглянул В Медицинскую Статистику, Не Унимался Он. Та Же История. Десять Лет Подряд. Никаких Болезней, Ни Кори, Ни Ветрянки, Ни Воспаления Легких. Вообще Ничего. За Десять Лет Один Единственный Случай Смерти, И то По Причине Весьма Преклонного Возраста. Дедушка Паркс, Отозвался Я, Ему Вот-вот Стукнуло Бы Девяносто. Почтенный Был Старикан. Сами Видите, Сказал Рикард. Спорить Не Приходилось. У него В руках Были Точные Данные. Мы Не Сознавали Толком Своей Удач, А он Проследил Все До Истоков И Поймал Нас С Поличным. Ну И Чего же Вы От Меня Хотите? Спросил Я. Хочу, Чтобы Вы Рассказали Мне Про Одного Из Ваших Соседей. Я Не Сплетничаю Про Своих Соседей. Если Вас Интересует Кто-то Из Них, Почему Вы Вам Не Обратиться К Нему Самому? Я И Собирался, Да Не Застал Его Дома. На Ферме, Что Ниже По Дороге Мне Сказали, Будто Он Уехал В Город. Укатил Со Сей Семьей. Реджинальд Хит, Сказал Я. Играть Дальше В Молчанку Было Бессмысленно. Рикард И Без Меня Был Достаточно Осведомлен. Он Самый. Я Беседовал Кое С Кем В Городе. И Оказалось, Что Он Ни Разу Не Ремонтировал Ни Одну Из Своих Машин. Ни Трактор, Ни Прицепные Орудия, Ни Автомобиль, Так И Пользуются Ими С тех Пор, Как Поселился На Ферме, А Ведь Они И Тогда Были Уже Не Новыми. Ухаживает За Ними На Совесть, Ответил Я. Сам Латает, Сам Смазывает. Еще Одно Обстоятельство. С Самого Своего Приезда Сюда Он Не Купил Ни Капли Бензина. Все А Вот Про Бензин Даже Не Догадывался. Видно, Я Не Сумел Скрыть Удивление, Потому Что Приезжий Усмехнулся. Чего Вы Хотите, Повторил Я, Чтобы Вы Рассказали Мне, Что Вам Известно. Поговорите С Хитом. Ничем Не Могу Быть Вам Полезен. И В тот же Миг, Как Я Произнес Эти Слова, Я Почувствовал Облегчение. Констинктивно Верил, Что Хит Выкрутится. Уж Он-то Сообразит, Как Тут Поступить. Но После Завтрака Я Нипочем Не Мог Взяться За Работу. Я Собирался Подрезать Деревья В Саду. Я И Так Откладывал Это Дело Чуть Не Два Года. И Дальше Оно Терпеть Не Могло. А Вместо Подрезки Я Принялся Размышлять О том, Почему Это Хит Не Покупает Бензина. И Вспомнил Ту Ночь, Когда Встретил Трактор Без Трактор И Еще Мне Вспомнилось, Как Необычайно Ровно Движутся Трактор И Машина Хита, Невзирая На Немыслимый Шум, Какой Они Издают. В Общем Отложил Я Ножницы И Припустил Прямиком Через Поля. Я Ж Знал, Что Хит Со Всем Семейством Подался В Город, Впрочем, Не Думаю, Что Сумел Бы Остановиться, Даже Будь Они Дома. Нет, Я Все Равно Не Усидел Бы На Месть, Потому Что Наконец-то Понял, Что Этот Самый Трактор Не Давал Мне Покоя Целых Десять Лет. Пришла Пора Разобраться, Что К Чему. Трактор Стоял На Месте В Гараже И Я Вдруг Забеспокоился. А Как Залезть К Нему Внутро? Но Задача Оказалась Легче Легкого. Я Снял Захваты И Приподнял Капот И Увидел В Сущности То, Что И Ожидал Увидеть, Хотя По Правде Сказать Не Представлял Толком Что Именно Откроется Мне Под Капотом. Там Лежал Брусок Брусок Блестящего Металла, Чем-то Напоминающий, Пожалуй, Куб Из Тяжелого Стекла. Брусок Был Не Слишком Велик, Но Выглядел Массивно, И Поднять Его Было 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 Очень Непросто. Видны Были Отверстия От Болтов, Которыми Прежде Крепился Обычный Двигатель Внутреннего Сгорания. А Чтобы Установить Новый Движок, Поперек Рамы Была Наварена Прочная Металлическая Полоса. Поверх Блестящего Куба Громоздился Еще Какой-то Аппаратик. Я Не Стал Тратить Время И Разбираться, Как Именно Он Работает, Однако Приметил, Что Он Соединен С Выхлопной Трубой И Понял, Что Эта Штука Служит Для Маскировки. Узнаете, Как На Ярмарочных Аттракционах Они Пыхтели И Выбрасывали Клубы Пара. Вот И Это Устройство Было Такого Же Рода. Оно Выбрасывало Колечки Дыма И Тарахтело, Как Положено Трактору. Оставалось Только Дилу Даваться. Ну, Если Хит Придумал Движок, Работающий Лучше, Чем Двигатель Внутреннего Сгорания, Зачем Ему Пускаться Во все Тяжкие, Чтобы Скрыть От Людей Своё Изобретение. Да Если Бы У Меня Вдруг Родилась Такая Идея, Уж Я Бо Своего Не Упустил. Нашел Бы Кого-то, Кто Согласился Бо Меня Финансировать, Наладил Бы Производство Таких Движков И В Два Счета Разбогател Бы До Одури. Что Мешало Хиту Поступить Точно Так же? Да Ничто Не Мешало. А Вместо Этого Он Маскирует Свой Трактор, Чтобы Тот Выглядел И Тарахтел Как Самый Обыкновенный И Машину Свою Нарочно Заставляет Шуметь И Греметь, Чтобы Никто Не Заприметил Мотора Нового Типа. Только Он, Честно Говоря, Перестарался. И Машина, И Трактор У Него Гремят Куда Больше, Чем Надо. И Самую Существенную Промашку Он Сделал, Что Не Покупал Бензина. На Месте Хита Я Бо Непременно Покупал Горючее, Как Простые Смертные, А Потом Сливал Бо Его На Помойку И Лишь Сжигал. Мне Уже Стало Казаться, Что Хит И Вправду Все Время Что-то Скрывает, Намеренно Держится В Тени, Словно Он Действительно Сбежал Из Какой-то Другой Страны Или Откуда Нибудь Еще. Я Опустил Капот И Застегнул Захваты, А Выйдя Из Гаража, Старательно Прикрыл За Собой Ворота. Вернувшись Домой, Я Снова Принялся За Подрезку, А между Делом Обдумывал То, Что Увидел. И Вдруг До Меня Дошло, Что Помаленьку Я Думал Об С Того Самого Вечера, Как Встретил Трактор Без Трактор Истер Правда Думал Я Урывками, Не Стараясь Сосредоточиться И Потому Ни До Чего Особенного Не Додумывался А Теперь Додумался И Если На Чистоту Мне Бы Обмереть От Страха Но Я Не Обмер Реджин Альт Хит Был Мой Сосед И Хороший Сосед Мы Вместе Косо И Молодьбы И Мне Он Нравился По Крайней Мере Ничуть Не Меньше Чем Многие Другие Да Конечно Он Немного Отличался От Остальных У Него Был Странный Трактор И Странная Машина Он Вроде Был Умел Растягивать Время И С тех Пор Как Он Поселился У Нас В Долине Нам Везло На Погоду И Болезни Обходили Нас Стороной Все Точно Но Чего Тут Бояться Если Хорошенько Знаешь Человека Бояться Нечего Ни с того Ни с сего Мне Вдруг Вспомнилось Как Года Два Три Назад Я Однажды Заехал К хитам Летним Вечером Было Жарко И Вся Семья Вынесла Стулья На Лужайку Там Казалось Чуть Чуть Попрохладнее Мне Тоже Предложили Стул И Мы Сидели И Болтали Ни О чем Вернее Обо Все Что Приходило В голову Луна Еще Не Взошла Зато Звезд Высыпало Видимо Невидимо И Такие Они Были В тот Вечер Красивые Просто Как Никогда Я Показал Хиту На Звезды И От Нечего Делать Выложил Ему Все Что Знал Из Астрономии Они Так Далеко Говорил Я Солнце Совсем Как Наш А Многие Даже Больше Чем Наше Солнце На этом Мои Познания О Звездах Заканчивались Хит Задумчиво Кивнул Есть Одна Звездочка Сказал Он На Которую Я Часто Поглядываю Вон Так Голубая Ну Вроде Как Голубая Видишь Видишь Как Она Мерцает Словно Подмигивает Нам С тобой Славная Звездочка Дружелюбная Я Сделал Вид Будто Понимаю О Какой Звездочке Речь Хотя На Самом Деле Ничуть Не Был В Этому Уверен Их Была На Небе Тьма Тьмущая И Почти Все Мерцали Тут Мы Заговорили О Чем То Еще И Забыли Про Звезды По Крайней Мере Я Начисто Забыл После Ужина Ко Рикард Наведывался К нему И Задавал Всякие Каверзные Вопросы И К Джинго Тоже Наведывался А Теперь Намерен Встретиться С Хитом Как Только Тот Вернется Из Города Берт От Всего Этого Слегка Расстроился И Я Постарался Его Утиршить Горожане Всегда Нервничают По Пустякам Высказался Я Не Стоит Беспокоиться Сам Я Если И Беспокоился То Не Слишком Чувствовал Что Хит Как Нибудь Осилит Такую Задачу Даже Если Рикард И Тиснет Статейку В Нью-Йоркских Газетах Нам От Этого Особой Беды Не Будет Енотовая Долина От Нью-Йорка Куда Как Далеко Я Признаться Считал Что Больше Мы Рикарда Не Увидим И Не Услышим Только Никогда Я Элен Трясла Меня За Плечо Там Кто-то Стучится Пойди Узнай Что Ему Надо Пришлось Натянуть Штаны Надеть Туфли Зажечь Лампу И Спуститься Вниз Пока Я Одевался В Дверь Еще Стукнули Два Три Раза Но Как Только Я Зажег Свет Утихомирились Я Подошел К Двери И Отомкнул Засов На Крыльце Стоял Рикард И Держался Он Теперь Отнюдь Не Так Самоуверенно Как По Утру Извините Что Разбудил Сказал Он Но Я Кажется Заблудился Тут Нельзя Заблудиться Отвечал Я В Долине Одна Единственная Дорога Одним Концом Она Упирается В Шоссе Номер Шестьдесят Другим В Шоссе Номер Восемьдесят Пять Езжайте По Дороге И Еду Уже Четыре Часа Сказал Он И Не Могу Найти Ни Того Шоссе Ни Другого Послушайте Отвечал Я Все Что От Вас Требуется Это Ехать Прямо В Любую Сторон Здесь Просто Некуда Свернуть Четверть Часа И Вы На Шоссе Я Не Скрывал Своего Разражения Уж Очень Все Это Глупо Звучало И Кроме Того Я Не Люблю Когда Меня Среди Ночи Вытаскивают Из Постели Поверьте Я Действительно Заблудился Воскликнул Он С Отчаянием Пожалуй Даже Он Был На Грани Паники Жена Перепугана До Смерти Дети Просто Падают С Ног Ну Ладно Отвечал Я Дайте Только Надеть Рубаху И Завязать Шнурки Так И Быть Я Провожу Вас Он Сказал Что Предпочитает Попасть На Шоссе Номер Шестьдесят Я Вывел Свою Колымагу Из Гаража И Велел Ему Ехать За Мной Может Я И Был Раздражен Но Все-таки Рассудил Что Надо Ему Помочь Он Нам Взбаламутил Всю Долину И Чем Скорее Он Уберется Восвоясь И Тем Лучше Прошло Наверное Полчаса Прежде Чем Я Начал Догадываться Что Дело И Впрям Нечисто Полчаса Это Вдвое Дольше Чем Требуется Чтобы Выбраться На Шоссе Но Дорога Выглядела Как Обычно И Вообще Кругом Не Было Ничего Подозрительного Если Не Смотреть На Часы Я Поехал Дальше И Через Сорок Пять Минут Очутился У Порога Собственного Дома Как Это Получилось Я И Сам Не Мог Взять В Толк Хоть Убей Я Вылез Из-за Баранки И Подошел К Машине Рикорда Теперь Вы Поняли Что Я Имел В 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 Мы Похоже Нечаянно Повернули Назад Отвечал Я Жена Рикорда Казалось Вот-вот Забьется В Истерике Что Происходит Повторяла Она Пронзительным Визгливым Голосом Кто-нибудь Объяснит Мне Что Здесь Происходит Попробуем Еще Раз Предложил Я Поедем Медленнее Чтобы Не Сделать Снова Ту Ж Ошибку Я Поехал Медленнее На этот раз Мне Потребовался Час И Тем Не Менее Я Вернулся К Воротам Собственной Фермы Потом Мы Попытались Выехать На Шоссе Номер Восемьдесят Пять И Через Сорок Минут Были Там же Откуда Тронулись В Путь Сдаюсь Сказал Я Рикордом Вылезайте И Заходите В Дом Сейчас Сообразим Где Вам И Дорога Отыщется Я Сварил Кофе И Нашел Разной Снеди Для Сандвичей А Элен Тем Временем Приготовила Постели На Пятерых Пес Пусть Ночует На Кухне Распорядилась А Дети Такие Славные Как Любые Другие Дети Миссис Рикорд Правда Опять Было Сорвалась На Истерику Но Элен Заставила Ее Выпить Кофе А Я Просто Не Позволил Продолжать Разговор О том Почему Им Не Выбраться Из Долины При Дневном Свете Уверял Я Их От Ваших Страхов И Следа Не Останется И Действительно После Завтрака Гости Совершенно Успокоились И Как Будто Уже Не Сомневались В Том Что Сумеют Отыскать Шоссе Номер Шестьдесят Они Уехали Без Провожатых И Через Час Вернулись Тогда Я Снова Сел В машину И Двинулся Впереди Них И Не Стыжусь Признаться Что По Спине У Меня Бегали Мурашки Я Внимательно Следил За Дорогой И Внезапно Понял Что Мы Едем Не К Шоссе А От Шоссе Обратно В Долину Я Конечно Тут же Затормозил Мы Развернулись И Покатили В Правильную Сторону Но Минут Через Десять Поняли Что Нас Опять Развернуло Сделали Еще Одну Попытку Теперь Мы Буквально Ползли Пытаясь Заметить Ту Точку Где Нас Разворачивает Напрасный Труд Мы Ничегошеньки Не Заметили Когда Мы Вернулись На Ферму Я Позвонил Берту И Джинго И Попросил Их Подъехать Ко Мне Они В свою Очередь Пробовали Вызволить Рикарда Сначала Порознь Потом Оба Вместе Но Добились Не Большего Чем Я Тогда Я Попытался Выбраться Сам Без Журналиста Следующего За мной Попытам И Что Вы Думали Выбрался Без Всяких Приключений Смотался На Шоссе Номер Шестьдесят И Обратно За Полчаса Я Решил Что Лед Сломан И Сделал Новую Попытку Вывести Машину Рикарда Но Не Тут То Было К Полудню Мы Установили Все С Полной Точностью Любой Из Сторожилов Мог Приспокойно Выехать Из Долины Любой Только Не Рикард Лен Уложила Миссис Рикард В постель И Дала Ей Успокоительного А я Отправился К Хиту Он Обрадовался Мне И Выслушал Меня Но Вот Ведь Незадача Пока Я Говорил Мне Все Вспоминалась Моя Догадка Что Он Умеет Растягивать И Сжимать Время Когда Я Закончил Он Помолчал Минутку Словно Взвешивал Верное Ли Решение Принял Странная Эта История Келвин Сказал Он Наконец Вроде Бы И Несправедливо Что Рикарды Заперты В нашей Долине Помимо Собственной Воли А Если Разобраться Для Нас Самих Это Удача Рикард Собирался Написать Про Нас В Газетах И Если Б Он Исполнил Своё Намерение Мы Сразу Оказались Бы В центре Внимания Сюда Набежала Бы Куча Народу Другие Газетчики Чиновники Умники Из Университетов И Просто Любопытные Они Исковеркали Бы Всю Нашу Жизнь А то Ещё Стали Бы Предлагать Нам За Наши Фермы Большие Деньги Много Больше Того Что Они Стоят На Самом Деле И Погубили Б Нашу Долину Не Знаю Как Тебе А мне Долина Рикард Может Передать Свою Статью По Телефону Возразил Я Или Переслать Почтой К Чему Задерживать Его Здесь Если Статью Всё Равно Напечатают Думаю Что Не Напечатают Ответил Он Да Нет Я Совершенно Уверен Что Он Не Станет Ни Передавать Статью По Телефону Ни Посылать По Почте Я Ехал К Хиту Чтобы Если Понадобится Замолвить За Рикарда Словечко Но Поразмыслил Хорошенько Над тем Что Услышал И Не Стал Ничего Говорить В самом Деле Если Существует Некий Принцип Или Некая Сила Которые Поддерживают Жителей Долины В добром Здравии Гарантируют Им Хорошую Погоду И Вообще Облегчают Жизнь То Разумеется Все Остальные На Всем Белом Свете Ничего Не Пожалеют Лишь бы Заполучить Такое Чудо В свое Распоряжение Пусть Это Эгоизм Но Я Не Верю Чтобы Подобный Принцип Или Силу Можно Распределить Так Чтобы Хватило На Всех И Если Кому-то Суждено Использовать Эту Силу В своих Интересах То Лучше Уж Пусть Она Останется Навеки Вечной Здесь В Долине Где Проявила Себя Впервые И Еще Делиться Все Затаят На Нас Злобу Да Что Там Злобу Просто Возненавидят Нас Как Лютых Врагов Вернувшись Домой Я Поговорил С Рикардом И Даже Не Пытался Скрыть От Него Правду Он Вскипел И Хотел Было Тут Двинуться К Хиту Выяснять Отношения Но Я Ему Отсоветовал Ведь У Него Не Будет Никаких Доказательств И Он Окажется В Идиотском Положении Хит Вероятно Станет Вести Себя Так Словно Вообще Не Понимает О Чем Речь Рикард Сначала Ерепенился Спорил Но В Конце Концов Согласился Что Я Прав Заезжие Семейство Прожило У Меня На Ферме Дней Пять И От Случая К Случаю Мы С Рикардом Делали Пробные Выезды Просто Чтобы Попытать Счастье Но Все Было По-прежнему Убедившись В этом Мы Снова Позвали Берта И Джинго И Держали Военный Совет К Тому Времени Миссис Рикард Немного Оправилась От Потрясения Дети Вошли Во Вкус Жизни На Вольном Воздухе А Что Касается Пса Тот Определенно Поставил Себе Целью Загнать И Облаять Чендлера Додумался Джинго Там Давненько Никто Не Живет Но Она В Приличном Состоянии Можно Кое-что Подновить И Будет Очень Удобно Но Я Не Хочу Оставаться Здесь Запротестовал Рикард Не Могу Ж Я В Сам Деле Переселиться Сюда Кто Сказал Переселиться Вмешался Берт Вам Просто Надо Немного Переждать Придет День Обстоятельства Переменятся И Вы Свободно Уедете Куда Захотите Но Моя Работа Воскликнул Рикард И Тут Слово Взяла Миссис Рикард Нетрудно Было Догадаться Что Происходящее Нравится Ей Ничуть Не Больше Чем Мужу Но В ней Внезапно Проснулся Тот Практический Здравый Смысл Каким Подчас Отличаются Женщины Она Усвоила Что Им Суждено На Время Остаться В долине И Постаралась Выискать В таком Повороте Событий Свои Преимущества А Книга Которой Ты Вечно Угрожал Разродиться Сказала Она Вот Тебе Самый Подходящий Случай Это И Решило Дело Рикард Послонялся Еще Немного Вроде Собираясь С духом Хотя Прав Все Было Ясно И Так Потом Он Начал Поговаривать О том Как Хорошо У Нас В долине Мир Тишина И Никакой Суеты Здесь Мол Только Книги И Писать Соседи Сообща Подновили Ферму Чендлера А Рикард Позвонил В свою Газету И Под Каким-то Предлогом Попросил Отпуск Еще Он Послал Письмо В свой Банк Чтобы Ему Перевели Его Сбережения И Засел За Книгу Очевидно Ни В телефонных Разговорах Ни В письмах Он Не Позволил Себе И Намека На Истинную Причину Почему Остался В долине И То Сказать Это Было Бо Попросту Глупо Так Или Иначе Никто Не Поднял Вокруг Его Исчезновения Ни Малейшего Шума А Долина Вернулась К Обычным Повседневным Заботам И После Всех Треволнений Это Было Куда Как Приятно Соседи Делали За Рикордов Все Покупки Привозили Им Из Города Крупы Сахар И Всякую Всячину А Иногда Глава Семьи Садился В машину И Предпринимал Очередную Попытку Выбраться На Шоссе Но Обычно Он Сидел За столом И писал И Год Спустя Успешно Продал Свою Первую Книгу Вы Возможно Даже Читали Ее Она Называется Прислушайтесь К Тишине Принесла Ему Немалые Денежки Правда Его Нью-Йоркские Издатели Чуть Не Рехнулись Никак Не Могли Взять В толк Отчего Он Упорно Отказывается Высунуть Нос Из Долины Отказывается От Лекционных Турне Отвергает Приглашение Названые Вечера И Обеды Короче Не Принимает Никаких Почестей Вроде Бо Положенных Автору Нашумевшей Книги И Вообще Успех Не Вскружил Ему Голову К той Поре Как Книгу Напечатали Рикарда У нас Знали И Любили Все От Мало До Велика И Он Жаловал Всех Кроме Пожалуй Хита С Хитом Он Держался Подчеркнуто Холодно Что ни День Он Подолгу Бродил По Округе Уверял Что Ради Мациона Но Мне Сдается Что Именно Во Время Прогулок Он Сочинил Большую Часть Своей Книги А То Остановится У Ограды И Заведет С Хозяином Разговор О Жизни Так С Ним Собственно Все В Долине И Познакомились Охотнее Всего Он Рассуждал О Тех Временах Когда Сумеет Наконец Вырваться Из Заточения И Мы Случалось Тоже Подумывали Что Неровен Час Рикорды Нас И Вправду Покинут Думали Мы Об этом С горечью Потому Что Из них Получились Хорошие Соседи Наверное В нашей Долине Действительно Есть Что-то Особенное Раз Она Заставляет Людей Поворачиваться К другим Лучшей Своей Стороной Я Уже Говорил Нам Спокон Века Не Попадались Скверные Соседи А Многие Ли Могут Сегодня Похвастаться Тем Ж Как-то Раз По пути Из Города Заглянул Я На Минутку К Хиту Поболтать И Пока Мы С ним Стояли На Дороге Показался Рикорд По Нему Было Сразу Видно Что Никуда Он Особенно Не Торопится А Просто Потом Он Возьми Да И Скажи А Знаете Мы Решили Никуда Отсюда Не Уезжать Ну Что Ж Прекрасно Отозвался Хит Вчера Вечером Продолжал Рикорд Мы С Грейс Стали Как Обычно Обсуждать Что Будем Делать Когда Уедем Отсюда И Вдруг Оба Запнулись Переглянулись И Поняли Что Вовсе Не Хотим Никуда Уезжать Здесь Такой Покой И Ребятишкам Здешняя Школа Нравится Гораздо Больше Чем В Городе И Люди Вокруг Такие Славные Что Об Отъезде И Думать Противно Рад Слышать Это От вас Отозвался Хит Только Зря Вы Право Сидите Здесь Неотлучно Надо Бы И Встряхнуться Свозите Жену И Детишек В Город В Кино Вот И Вся Недолга Легко И Жизнь Течет У нас По-прежнему Хорошо Быть Может Даже Лучше Чем Прежде В Долине Все Здоровы Обыкновенный Насморк И тот Теперь Кажется Обходит Нас Стороной Когда Нам Нужен Дождь Идет Дождь А Когда Нужно Солнце То Естественно Светит Солнце Мы Не Разбогатели Разве Разбогатеешь Когда Вашингтон То и дело Вмешивается В фермерские Дела Но А Рикард Работает Над своей Второй Книгой А я Время От Времени Выхожу Вечерами На Крыльцо И Пытаюсь Отыскать На Небе Ту Звездочку Которую Хит Показывал Мне Однажды Многие Годы Назад И Все-таки Мы Не В силах Полностью Избежать Огласки Вот Вчера Вечером Слушал Я По Радио Своего Любимого Комментатора А он Вдруг Ни с того Ни с сего Решил Потешить Публику На Наш Счет Да Полно Есть ли На Свете Эта Енотовая Долина Спросил Он И За его Вопросом Явно Слышался Ехидный Смешок Если Да Правительству Не мешало Бо В этом Удостовериться Географические Карты Настаивают Что Такая Долина Есть На Самом Деле Статистика Утверждает Что Там Идеальный Климата Нет Ни болезней Ни Ни Урожаев Прямо Таким Молочные Реки И Кисельные Берега И Окрестные Жители Все Как Один Уверены Что Долина Существует Но Едва Кто Нибудь Из Официальных Лиц Решит Расследовать Факты На месте Она Исчезает Ее Не Удается Найти Пытались Звонить По Номерам Которые Числятся За Обитателями Долины Телефонные Звонки Не Проходят Пытались Писать Письма Возвращаются К Отправителям Под Тем Или Иным Предлогом Изобретенным В недрах Почтового Ведомства А Если Те Кто Ведет Расследование Выжидают В соседних Торговых Центрах Люди Из Енотовой Долины Отсиживаются Дома И Не Делают Покупок Допустим На минуту Что Статистика Не Врет Тогда Властям Право Не Грешно Бы Поинтересоваться В чем Дело Не Грешно Бы Изучить Факторы Отличающие Эту Долину И Распространить Их Воздействие На Все Другие Районы Пока Что Мы Не Знаем Даже Доходят Ли До Долины Наши Передач Способны Ли Радиоволны Проникнуть Туда Куда Они Проникают Ни Письма Ни И Кто Нибудь Из Ее Обитателей Слушает Нас Сейчас Быть Может Он Не Откажется Подать Голос Комментатор Еще раз Хмыкнул И Перешел К Последним Политическим Сплетням Я Выключил Радио И Сидел Покачиваясь В кресле А сам Все Думал О том Почему Это Иногда Ни Один Из Нас По Три Четыре Дня Подряд Не Может Добраться До Города А В Друг Дни Телефоны Вдруг Смолкают Разом Безо Всякой На То Причины Ну Честно Сказать Мы Не Раз Обсуждали Такие Случа Между Собой И Советовались Не Поговорить Ли Нам Про Это С Хитом Но Каждый Раз Решали Что Лучше Не Надо Он Наверняка Соображает Что Делает И Нам Остается Только Надеяться На Его Здравый Смысл Наше Положение Причиняет Нам Конечно Известные Неудобства Зато Имеет И Свои Преимущества Вот Уже Добрых Лет Десять У нас В Долине Небывало Ни Зазывал Навязывающих Подписку На Дешевенькие Журнальтики Ни Страховых Агентов Конец Книги Читал Юрий Забаровский